Куда обратиться многодетным или малоимущим родителям, чтобы отправить ребенка на отдых в Сочи или Крым? Вопросы, касающиеся летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях, обсудили на заседании администрации области. Коснулись на встрече и результатов ЕГЭ. Как справились с экзаменами курские выпускники, знает Юлия Белякова. Итоговую аттестацию в этом году прошли почти 5,5 тысяч человек. По результатам ЕГЭ специалисты отметили, уровень подготовки школьников значительно вырос. Как орешки, выпускники щелкали профильную математику, информатику, русский, литературу, химию и историю. Увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших максимальный балл. Если в 2015 году ЕГЭ было 28, то 100 баллов по результатам экзаменов в этом году получили 42 ребенка. Из них два участника ЕГЭ получили 100 баллов по другому предмету. Самый актуальный вопрос для выпускников – поступление в ВУЗы. В этом году на все высшие учебные заведения региона выделено почти 3,5 тысячи бюджетных мест. Эти места, прежде всего, надо распределять между ВУЗами, которые в своем названии, я так всегда имею, в букву В, то есть государство. А иначе мы с вами влезем туда, куда нам не надо влазить. Дети пусть сами набираются, чтобы договариваться. В самом разгаре – оздоровительная компания. В дневных лагерях уже отдохнули больше 17 тысяч детей. В загородных сейчас находятся еще 3 тысячи ребят и девчонок. Загрузка всех детских баз и зон отдыха в этом году стопроцентная. Не останутся без путевок и малоимущие, и многодетные семьи. Для них на август резерв – тысяча мест. Если есть необходимость, потребность ребенка направить в лагерь в связи с создавшейся сложной жизненной ситуацией, если ваша семья находится в числе малообеспеченных или один родитель воспитывает ребенка, все эти дети в августе будут направлены в наши санатории Курской области и за пределы Курской области на море, в город Сочи в санатории и в Крым. Никаких доплат за путевки. Их финансируют федеральные и региональные бюджеты. Администрация области берет на себя расходы и на проезд ребенка к месту отдыха. Родителям останется только собрать чадо в детский лагерь и оформить все медицинские справки. Обратиться с заявлением на получение путевки можно в местную комиссию по оздоровлению и отдыху детей. Такие созданы в каждом районе. Либо напрямую в областной комитет по делам молодежи и туризму. Юлия Белякова, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.